Здравствуйте! В эфире рубрика интервью. Поговорим сегодня о том, как правильно встретить Рождество. У нас в студии сегодня методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, этнолог Вячеслав Печня. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, собственно, с вашей работы и начнём. Вы работаете в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Вы, ваши коллеги, насколько я понимаю, как раз занимаетесь сбором и культивированием тех традиций, которые у нас были. Да, основные задачи Центра – это как раз фиксация, то есть мы выезжаем в экспедиции, где собираем этот материал. Сам Центр слит, он вообще из двух структур. Одна из них – это Свердловский областной дом фольклора, который начал заниматься сборами ещё там в конце 80-х годов. И мы располагаем фондами. И вторая задача – это популяризация традиционной культуры. И, соответственно, про Рождество, традиции, историю тоже собираете? – Естественно, календарный, всю календарную обрядность, вообще всё, что связано с календарём традиционным, это то, что вообще фиксируется в первую очередь. – Хорошо, если говорить про Рождество, насколько это был значимый праздник для культуры именно народов Среднего Урала? – Ну, конечно, значимый. Но вообще Рождество, для народов Среднего Урала мы широко говорим. Если мы говорим про русское или про славянское население, то, конечно, это значимый праздник, потому что это один из великих господских праздников. И со всеми вытекающими, соответственно. Плюс, если мы в семантический ряд этого праздника всмотримся, мы увидим там явные какие-то отголоски такого Нового года, который связан явно с зимним солнцестоянием, с таким периодом. Поэтому там, конечно, наслоено очень много, как и вообще везде в фольклоре, как и вообще в традиционной культуре. Все это так перемешано. И Рождество, естественно, значимый праздник, он вообще входит в такой период большой, который называется святки. Ну, происходит от слова свято. Свято – это значит праздник. Это праздники, это святки. Что это за праздники? Это, прежде всего, само Рождество. Следующее за ним похвала Богородицы. Но вообще выделяют три праздника, самых главных. Это большие праздники. Это Рождество, это Васильев Вечер, старый Новый год, к которому все привыкли, да, с 13-го на 14-е. И Богоявление, или то, что в простонародье называется Крещение Господне. Или просто праздник Крещения. И как раз-таки вот Васильев Вечер, старый Новый год, он делит святки напополам. То есть еще своя периодизация есть. То, что идет от Рождества до Васильева Вечера, это святая неделя, или святые вечера, так называемые. А то, что идет от Васильева Вечера до Сочельника Крещенского, то есть до 18-го января, это то, что называется страшная неделя. И, соответственно, в эти периоды были совершенно разные обычаи. Хорошо, вот если непосредственно говорить о Рождестве, о начале череды этих праздников, готовились ли как-то к нему? Были ли какие-то традиции и здесь обряды? Естественно, да, потому что нельзя забывать о том, что это все-таки было время поста. Есть рождественский пост, который там длится чуть больше месяца. И поэтому, естественно, готовились. Естественно, готовились. То есть там и традиции розговения, это, наверное, первая традиция, о которых можно поговорить, и первая традиция, о которых вообще упоминают. В разных местах разговлялись, то есть впервые вкушали скоромную пищу, разрешенную пищу, непосно, по-разному. То есть там мы записывали, например, что вот, когда я ездил по северу области, там постоянно записывали о том, что у них был обычай разговляться пельменями. Вот такое вот наше региональное уральское блюдо, разговлялись пельмени. Причем самое интересное, что на западе области, в селе Часовое, Шалинского района, там был обычай филипповских заговений. Где вот, ну вот, филиппов день – это последний день перед рождественским постом. И там был обычай заговляться пельменями. То есть последний раз кусать, как это пельмени. То есть пельмени у нас здесь на Урале везде. Вот, пожалуйста, такая наша брендовая фишка, можно сказать. И здесь же, в общем-то, ну, само слово «сочельник», все его слышали, я вот уже произносил, крещенский сочельник, их два. Это сочельник перед рождеством и сочельник перед крещением непосредственно. Это день полного поста, то есть как бы это день, когда вообще ничего не едят, до вечера. То есть вкушают пищу первый раз вечером. И поэтому сочельник называется, потому что заготавливали так называемое сочево. Сочево. Вот, сочево – это, в общем-то, такой, чтобы было понятно, вид каши, который ели, в общем-то, которым питались перед рождественской службой. Ну, служба – это всегда всеночная. И абсолютно все наши респонденты рассказывают о том, что как только заканчивалась служба, то есть уже можно разговляться, ночью спать не ложились после этой всеночной, и ждали, когда начнут ходить дети. Что это такое? Это вообще явление, характерное для очень многих календарных периодов, таких, как Масленица, таких, как Троица, например. Когда разные группы населения начинают обход дворов. Обход дворов им подают, они собирают. Это вот калятки, песнопения. Да, да, да. Это то, что вообще у нас самое известное, и то, что мы, в принципе, ассоциируем со святками. Хотя этот обычай обхода дворов, он существовал во многие крупные календарные периоды. Масленица, Пасха, Троица и так далее. И первыми начинали как раз-таки ходить славить, то есть говорили не календовать, а славить, дети. Дети, которые бегали, и вплоть до того, что записывали совершенно казусные случаи, насколько это было важно. Что в деревне, где есть только один дом, и больше ничего нет, бабушка выставляла внука на порог, закрывала за ним дверь, и он должен был постучаться, зайти и пославить обязательно. И она ему подавала. Ну, потому что в деревне больше нет никого. Никого больше не было. Поэтому для того, чтобы традиции... То есть это было прям обязательно. Это было очень важно, да. Ну вот, то есть вообще исследователи фольклора, представители разных научных школ, в частности, структуралисты, функционалисты, они в этом видят вот такое вот, как бы... Дети, они обладают таким витальным началом, они только-только пришли с того света, они только-только начинают жить, и в них вот этой энергии жизни, ее очень много. И поэтому, когда дети ходят, бегают, они как бы этой энергией со всеми делятся. А вот были какие-то традиции, обычаи, вот что именно они должны спеть, что должны сказать, что им должны подарить? Да, есть целый жанр вот этих детских славлений, и они, кстати, всем известны, даже с детства, на маленький вьюнчик заскочил на стульчик, в дудочку играет, Христа прославляет. Вот, то есть они всегда заходили, их ставили на табуреточку, либо второй вариант, что мы записывали, табуретку застевали шкурой, или там шубой вывернутой, и сажали его на эту шубу. Он обязательно должен был пославить там. Ну, потому что мех, так скажем, в семантике, это вот ассоциация с тем, чего много, это символ богатства. Поэтому вот, в общем-то, маленького ребенка, благосты, его обязательно одаривали. То есть это совершенно простые, это какие-то интонируемые выкрики детские, то есть там «маленький вьюнчик», «заскочил на стульчик», двухнотные такие, трехнотные, которые, в общем-то, не являются сложными жанрами. И вот они там пробегут пару дворов и, в общем, спать ложатся, там наберут себе конфеты, потом бегают их весь день, едят там или друг с другом делятся. И вот когда уже наступает вечер уже Рождества, тогда начинает уже ходить молодежь. Это неженатая часть населения, неженатая, незамужняя и так далее. Вот они уже начинают петь то, что мы привыкли называть калятками. Калядовщики, вот эти славельщики, они в дом не заходили, то есть они начинали петь где-то под окнами, либо стучались, спрашивали разрешения, там, разрешите Христа послать. Если их не пускают в дом, они в дом не заходят, идут дальше. Если их пускают, то они, соответственно, заходили, славили, получали, им подавали то, что было там со стола. И нужно понимать, что это тот день, когда у всех застолье, вот как сейчас Новый год, большой наш праздник традиционный, всероссийский, то есть именно россиянский праздник такой, говорят. И в какой дом не зайди, везде столование, везде гости, везде столы накрытые, и поэтому это тот период, когда благодатно ходить, в общем-то, есть что подать. И подадут в любом случае все довольные, все хорошие такие, да, уже подсидевшие, подгулявшие. Что на стол ставили? Были ли какие-то в этом традиции, какие-то особенности? Ну, здесь вообще мы даже не то, что от района к району, мы там от деревни к деревне будем очень много всего, значит, обо всем говорить. То есть везде по-разному? Везде по-разному. А что-то одно вот у всех было, что-то какое-то обязательное? Обязательно какое-то рождественское блюдо, да. Ну, вот то, что мы везде встречаем, это хворост, хворост почти фактически повсеместный. Его же, кстати, мы и на масленице встречаем в больших количествах. И вот, в частности, в сторожильческих районах рассказывали нам вот бабушки, которые сами в детстве ходили калядовать, что им подавали хворостом в том числе. Это различного рода выпечка. Вот мы все знаем там веселая семейка, в которой фактически вот этот разлепляющийся пирог с конфетами, вкусной начинкой, который встречается фактически везде. Везде про него знают. А в остальном это, в общем-то, у нас, кстати говоря, были расписаны так называемые еще и козули. То есть это вид таких калачей, которые пекли специально к этому. Ну и, естественно, пряники, куда без них. То есть это все блюда, которые, ну, во-первых, понятно, что они скоромные, во-вторых, это праздничные блюда всегда. Ну и то, что мы можем назвать среди праздничных блюда, это обязательно белый хлеб, естественно. Потому что белый хлеб – это аналог современного торта, так скажем. А что-нибудь обязательное, вот как на Пасху кулич, например, что-нибудь тогда было такое? Ну вот, я вот что-то не припомню такого. Я на самом деле не такой специалист по кухне. Тут дело не в том, что каждый сам, а в каждой местности были свои кулинарные предпочтения. То есть и тут очень большая разница. Я на самом деле тут еще специалист по кухне, так что… Хорошо, если говорить… Вот как если мы сравним Пасха, это у нас сама Пасха и кулич непосредственно, и вот здесь такого нет, потому что все-таки Пасха и кулич они имеют в том числе и религиозный символ. Хорошо, если говорить о праздновании сегодня, понятно, что у нас будут везде службы в Екатеринбурге. А вот какие-то мероприятия, где можно почувствовать все те традиции, то, что было раньше у нас в Екатеринбурге, можно будет? Естественно, можно, да, в том числе и у нас. Да на самом деле очень много у нас есть сейчас предприятий, которые, организации, которые занимаются традиционной культурой. Вот у нас, в частности, у нас стартует целая серия мероприятий, связанных со святками, там в том числе и святочный вертеп показывают, сейчас о вертепе я тоже чуть-чуть скажу побольше, побольше, в том числе и там будут у нас разные мероприятия, там связанные со страшной неделей. Вот. В общем, можно заходить, следить за рекламой за нашей, да, и если есть такое желание, можно окунуться в эту атмосферу. Это в том числе и вот традиция, пришедшая к нам, кстати, с запада России, как раз от малоросов, это традиция святочного вертепа. Вертеп – это пещера, в которой родился Христос, и делался такой небольшой ящичек, ну, совершенно разных размеров, двухуровневый, где разыгрывалась вот эта вот евангельская история о рождении Христа, там, про царя Ирода, как пришли к нему три волхва, он позавидовал, велел убить всех младенцев, Христос спасся, потом Ирода настигает справедливая казнь, к нему приходит смерть и утаскивает его с собой в ад. И ходили те же самые калейдовщики с этими вертепами по домам, и могли их показывать. Это реально, ну, телевизоров не было. Вот, и им за это тоже подавали. Люди знали этот сюжет наизусть, но как для нас сейчас на Новый год, ирония судьбы или с легким паром, Иван Васильевич меняет профессию, это священная мистерия, обязательно нужно посмотреть. Мы уже цитируем, мы уже повторяем за этим. Но все равно смотрим. Но мы все равно смотрим. Вот то же самое было посмотреть вертепное представление. Также в этот период, поскольку заканчивался пост, начинались у молодежи вечерки, так называемые. Вот эти калейдовщики все, которые ходили, они набирали у всех по чуть-чуть, потом приходили в какую-то снятую избу, ну, то есть у какой-то бабушки, у какой-то вдовы или солдатки, и начинали там вечерки. Все это вместе они и потребляли. Все, что набрали, все вместе и потребляли. И вот там начинались вечерки. То есть там, где съезжалась молодежь с разных деревень на съезжие праздники, в гости, гостевания. И основной целью этих вечерок было как раз-таки создание семейных пар. Этот большой период от Рождества и до Масленица назывался Зимний Мясоед. То есть тогда, когда можно есть мясо. И поэтому тогда же, если есть можно мясо, можно и жениться. И поэтому цель была в том, чтобы познакомиться, создать семью. И вот на этих вечерках также парни, мужики иногда, то есть женатые уже, да, разыгрывали театральное представление. У нас, кстати, на Урале записано на видео уникально народная драма «Лодка». Их всего несколько, вот этих народных драм. Это «Царь Максимилиан», «Лодка», это сюжет про разбойников. И различные зарисовки, лупки, там, приход барина, когда барин, ну, крестьяне рядились в барина. Барин – это кто-то чужой, там, или в немца, или в цыгана, например, или в доктора, который приходил там всех, осматривал, который приходил и начинал всех, значит, наказывать за что-то, если это барин. Вот у него тут же являлся представщик, это все вот такой импровизационный театр, и вот самых языкастых туда брали для того, чтобы для этих представлений, чтобы смешнее было. Вот. Нередко, вот поскольку граница истончается, была такая игра «Покойник», это молодежная игра. Да, тогда, когда вносили человека, который был на скамейке, либо не на скамейке, просто он вставал, да, значит, обнаженный, там, или пообнаженный, накрытый простыней, обсыпанной мукой, делали зубы из картошки или из репы. То есть это такой упырь, пришелец того света. Вот. И всем окружающим, там, особенно девушкам говорили, вот там умер такой-то, такой-то, проститься нужно с ним, там, подтаскивали, прощались, он на них мукой сверху. То есть всем весело, все так, да, веселятся. Либо же приход кузнеца, например, тоже известное такое театральное действие записанное, когда приходил кузнец, ну, ряженный в кузнеца, весь в саже, нередко в одном фартуке он был надет, на нем ничего не было больше надет. То есть такой эротический подтекст немножко. Вот. И начинал там перековывать старых на молодых, то есть там ставился стол, где там брали какую-нибудь возрастную женщину, засовывали под этот стол, кузнец ударял по столу, типа кузнеца, оттуда вылетал ребенок. Все видели, что он действительно перековывает. То есть это вот такие театральные действия. То, что вот было распространено, то есть если мы говорим о каких-то решениях, лицедействах и так далее. В завершении буквально в двух словах. Вот на ваш взгляд, вы мне рассказали о таком богатом, традиционном вот слое, который у нас был. Почему вот сейчас, как мы с вами уже сказали, вот религиозная составляющая праздника Рождества, она сегодня более масштабна, чем вот этот вот культурный слой, который у нас тоже был огромный? А я вам отвечу, почему. Потому что, во-первых, наша страна пережила огромное количество разных передряг, вроде как революции, советизации и так далее. И шла намеренная борьба с традиционной культурой. И это получилось, то есть традиционная культура была секуляризирована, отделена светская от религиозного. И религиозное, оно, конечно же, содержит в себе те внутренние смыслы, те ориентиры, которые будут понятны любому человеку. И поэтому она сейчас на данный момент более актуальна. А традиционная культура уходит. Уходит не только потому, что ей помогали уходить, потому что в некоторых деревнях это реально сохраняется. Очень удивительно мне было слышать рассказы на севере области о том, что люди, даже переезжая в города, отправляли своих детей калейдовать. При этом они уже не знали никакого детского фольклора, но они ходили по домам и им реально подавали. То есть это совершенно было нормально. Вот на севере области это до сих пор даже нормально. У меня есть сверстники, которые об этом вспоминают, что их родители отправляли. А это уже города. То есть по инерции она все-таки доживает, но вот таких масштабов она, конечно же, не имеет. А масштабы как-то можно оценить? Вот вы же год от года работаете, соответственно, получаете какой-то отклик от людей, проводите для них мероприятия. Становится больше людей, которые узнают, по крайней мере, об этой культуре, примыкают, какие-то вспоминают традиции обычаи, которые были. Я могу сказать по своему личному опыту, что я уже не первый год хожу славить и калейдовать. И людей, которые хотят, чтобы к ним пришли, становится больше. Они воспринимают, зачастую люди это воспринимают. Ну, у нас сейчас очень модно весь этот фэн-шуй, привлечение денег и все такое. Многие это воспринимают именно с магической точки зрения, что пришли к тебе калейдовщики, год будет удачный, урожайный, заряжен на позитив и так далее. В общем-то, это так и есть, потому что человекам традиционной культуры это тоже воспринималось аналогично. От людей отклик есть, людям это действительно интересно. И самое интересное, и приятное, и главное, что говорит о том, что мы работаем не зря, то, что люди приходят и говорят, мы чувствуем себя частью чего-то больше, мы чувствуем, что мы прикоснулись к какому-то наследию. И здесь, на самом деле, это очень важно, если человек так себя ощущает, тут ни о каких скрепах можно не говорить, потому что человек пришел, он прочувствовал это, пропустил через себя, стал частью этого, и ему все стало ясно. На этой позитивной ноте мы с вами закончим. Вячеслав, я благодарю вас за разговор. Еще раз спасибо, что пришли, ну и с Рождеством. Пожалуйста, вас также, с Рождеством. Спасибо. Я напомню, у нас в студии сегодня был методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, этнолог Вячеслав Печняк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова